Приветствую вас, граждане, любители, значит, грязи. Мы с Саней снова возвращаемся в Сноураннер. Здоровь, Кисен. И, значит, сразу несколько объявлений. Во-первых, я вот сейчас эвакуируюсь, чтобы вам кое-что показать. Зацените, значит, зацените мой гараж. Видите вот это вот дерьмо? Вот это вот первое дерьмо. Второе. У меня дюпнулись камазы. Разработчики Сноураннер продолжают удивлять. А, еще, кстати, да, у меня дюпнулась тайга. Ой, да, Сань, прикинь, у меня еще и тайга дюпнулась. Прикинь, оба грузовика. Вообще шикарно. Я не понимаю, что... Ну как можно после релиза так обосраться, серьезно? Нет, я, конечно, очень рад, что у меня теперь есть экстра деньги на покупку чего-нибудь интересного. Но я люблю, когда все по-честному. В общем, ладно. Значит, наша сегодняшняя с Саней задача какая, Саня? Скажи. У нас сейчас доставка в порт бурового оборудования. Я так понимаю, то же самое оборудование, чем мы тут возили на первой карте. Мне нужен сопровождающий. Так, ты повезешь оборудование? Да, я уже стою здесь, так как прошлая миссия закончилась, и здесь же, отсюда же забирать ее. И я так понимаю, возьми-ка ты с низким седлом, потому что если я встряну, у меня топливо 150 осталось. А может быть я возьму топливную цистерну или, например, модуль с кунгом? Ну, укомплектован инструментами и материалами, необходимыми для ремонта. Слушай, а нет универсального прицепа еще и такой, знаешь, чтобы еще и заправляло? Нет? Такого нет? Был там какой-то универсальный. Типа видит бак какой-то оранжевый, что ли, но я не знаю, на твою машину тонут. Нет, у меня такого нет, к сожалению. Жаль. Но я могу взять топливную цистерну, на себя повесить. Да я думаю, не стоит. Если что-то топливо закончится, ты просто прицепт возьмешь и потащишь. А так у меня оно закончится быстрее, ты забыл? У меня же эта штука жрет достаточно сильно. Давай, короче, вот как сделаем. Учитывая, что у меня есть куча денег, я сейчас беру прицеп, говорю, беру низкое седло и беру себе прицеп с топливом. Давай, давай так. Буду за собой возить перевозную заправочную станцию. Если что, я его просто оставлю нахрен в поле и насрать-то на него. Так, я, короче, забираю. И нам надо ехать в четвертую в карту все это отвозить. О, а мне? Мне нравится. Так, буровое оборудование. Я взял не просто прицеп, я взял гребаный танкер. Нет, это джет-контейнер, который мы возили в предыдущей миссии. Подожди, стой, я что, на первой карте? Я на первой карте? А почему ты на первой карте? Сейчас я поеду за тобой. Вот это, конечно, очень неожиданно. Очень неожиданный поворот, что я на первой карте. Здесь вообще по пути должна где-то заправка быть. Только где, я даже не знаю. Ты не видел ее здесь? По пути третьей карты? Я не видел там вообще заправок. На третьей карте народ говорил, что заправка есть. Я до сих пор и не находил ее, да. Слушай, а мы сейчас едем на третью или на четвертую? Мы сейчас едем с третьей на четвертую. А можно же на четвертую попасть с дамбы? Блин, ну мне там через море, я хотя лучше проеду здесь. Может, я тогда через дамбу пройду на четвертую карту сразу? Ты будешь, что у меня прицеп здоровый. Давай, ну если что, объедешь там. Ну да, я его могу же, в принципе, бросить в любом месте. И доехать до тебя уже без него, так что наплевать. Народ говорил, что здесь не заправка, а где-то контейнер, этот, бак с топливом. Ну я его с собой притащу, мне так проще жить. Да, мой камазик сходит с ума. И посмотри время сколько, по-моему, вечер. Да, конечно, вечер, как обычно все. Ты что, удивляешься, что ли? Ну да, я уже ничего не удивляюсь. Подождите, а это что за желтая хрень была? Сейчас я продам. Вот это что такое? Прицеп для ТО. А, у него 2000 топлива? Ясно, понятно. Ну вот он, наверное, вот он и есть. Да я не хочу себе дополнительный прицеп. Я лучше на седло посажу, так как-то проще едется, что ли, не знаю. А то тот прицеп, ты понял, какой? Он не такой, как надо. Угу. Так, все, мы чусь к тебе на полную просто. Давай, с первой карты? Со второй. Ну и хорошо. Блин, с этой цистерной вообще неудобно смотреть на машинку. Углы прям мне вообще не нравятся. Давай, ехай. А ты на каком КАМАЗе? На медленном, что ли? Да, ну на Нашинском. Арма будет сейчас. А, Арма заценит. Да чтоб тебя. Опять эти повреждения. Я просто подумал лучше на нем. Я тогда сто процентов проеду. Не поеду на КАМАЗе, на быстреньком, на своем. Мало ли, груст-то вроде огромный. Может и встрять. Было бы, знаешь, классно, если бы я мог тебе деньги передавать. Я бы тебе сейчас денег дал. Мы бы сейчас с тобой купили два огромных, значит, бронированных штуки. И поехали бы на них. Медленно, спокойно. Да, абсолютно наплевав на все. Бронированная штука-то и у меня есть. А у меня-то нет. Только она, по-моему, с высоким седлом. Ну и что, у нее же тоже прицепы есть. А там что, на низком только надо? Да. А по-моему, оборудование на высоком возят, Сань. Ну, фиг его знат. А по-моему, на высоком. Не поверишь, прицеп у меня зацепился за дерево, и я проехать не могу. Ну, что за хрень, а? Ну, ребят, ну вы что, вы издеваетесь, что ли? Забыл уже все совсем. Ну, совсем, Саня, забыл. Вообще. Еще такого вместе, блин, где тут мост. Давай. Вошли. Мы вошли в поворот. Как-то вот у меня прям вопросы к освещению, ты знаешь. Вроде вечер, а фары ни хрена не светят. А сейчас ночь будет, а они прям слепить начнут. Вот странная тоже хрень. Ну, такая механика, чушь. Это как... Где мы там играли, в какую игру? Что утром от фары слепят вообще бы прям это. Когда рассвет, они вообще так ярко светят, что не видно ни хрена ничего. А во что мы такое играли? Я уже не помню. Ой, не помню, что-то в какой-то игре. Ну, ладно. Все-то ты забываешь. Это старость. Ну, это старость, да. Чем же. 40 лет. О, смотри, у меня тут указать. Осторожно, лоси. Ага. Это ты там, да? Осторожно. Ну, начинаю. Я олей, а не лось. Лось мне никогда не нравился. И у них еще вот эти, знаешь, есть вши, как они, лосиные. Ты видел их? Я даже и не знаю, что у них там вши есть. Это ты, специалист. В смысле? Ты что, никогда не видел лосиных вшей? Нету. А где я их мог видеть? Я же пара. За грибами ходил? Ну, за грибами, да. У вас там лоси что, не водятся? Ну, может и водятся, но я не видел ни одного. Я точно знаю, что есть волки. Ну, или блохи, а не там лоси. Ну, короче, это такие насекомые, с виду, как пауки, только с крыльями. Ой, не, я такого не видел. И это дерьмо залетает тебе в волосы. И, короче, я вспомнил просто, как мы поехали однажды за грибами. И там, видимо, неподалеку не то лоси жили, не то прошли недавно. В общем, короче, там этого говна летающего было просто дофига. Знаешь, как москиты, только их много, и они такие здоровые. Похожи на пауков очень. С крыльями. Фу, прям. Да. Вообще, мы потом часа два, наверное, выковыривали их из всех, значит, дырок. Яички там не отложили, нет? Да вообще жесть какая. Знаешь, какие мерзкие. Это был мой последний раз, когда я за грибами ездил. Ну вот. Приедешь ты ко мне в деревню, сходим. Ты не пойду я нахрен в лес, слушай. Там эти гады все меня сожрут. Там единственные только от комары и все, больше ничего нет. А, ну комаров-то я не боюсь. Комары мне нравятся. Они такие мелкие, беззащитные. Ага. Ты таких комаров не видел, огромных. Я видел. Я как-то на болотах был. И когда мы ездили на рыбалку, мы проходили через болото до озера. И ты же знаешь, в болотах комарья миллиарды. Но в этом болоте они еще, походу, были мутированы, как черепашки-ниндзя, понял? Они, походу, попили зеленые жижи. И они были реально размером, ну не знаю. Но с чем можно сравнить? С большой палец. Ну, знаешь, с пятикопеечную монету. Помнишь такие монетки? Сейчас их уже не найдешь. Вот примерно такие были. Здоровые, упитанные. Что хоть они там жрут, непонятно. Может, друг друга? Лягушек. Лягушек жрут. О, я бы на это посмотрел. Лягушки жрут их, а они жрут их. Ничего себе. Битва титанов просто. Я почему-то сразу вспомнил фильм Дюна. Я не знаю почему. Ага, прикинь, странная херня. Кстати, ты знал, что новую Дюну анонсировали? Ты знал, ты знал? Конечно, знал. Я ж те фотки со съемочной с площадки... А, вот, значит, ты знал. Да. О, я нашел свой разбросанный повсюду груз. Ждем с нетерпением. Да, это будет клево. Ну, надеюсь, они не обосрутся. Я надеюсь, четвертая матрица не обосрется. Ой. Я даже, вот, знаешь, думать не хочется. Если они обосрутся, это будет фиаско вообще прям подполный. И даже этот Киану Трипс не поможет. Не поможет. Если терминатору Линда Хэмилтон не помогла, то это никто не поможет. Ну, да. Единственный вообще, единственный человек, который играл вообще за весь фильм. Остальные деревяхи. А, ну еще жидкий терминатор вот этот новый мне зашел. Тебе зашел? Да, кстати. Он прикольно отыграл. Прикольненько сделан, да. И вообще анимация такая хорошая. До Роберта Патрика ему все равно, как до Луны на одной ноге прыгать. Роберт Патрик навсегда лучший и самый охрененный терминатор в мире. Второй его фильм вообще был просто топ. Ну, вот, да, с Патриком. Да, да, да. Ну, я говорю, самый шикарный вообще. И по сценарию, и по отыгровке. Все отыграли вообще прям шикарно. Если бы не сбухался господин Эдвард Ферланг, то в третьей бы части мы его увидели. И, может быть, она была бы не настолько отчужденной от общей серии. Ну, третья она такая какая-то была. Ну, там, я когда увидел Джона Коннора в самом начале, я хотел выключить. Ты понимаешь? Вот, знаешь, вот я тебя полностью поддерживаю. Такой слезняк вообще какой-то чмовый полный. Вот, вот. А должен был быть Эдвард Ферланг. Но он тогда как раз у него был этот... У него был момент поймания звезды во все щели. И он там бухал и баловался всякими веществами. Поэтому его не позвали. Не, ну, в третьей в части Коннора просто опустили. Вот это вот мне вообще прям... И даже в конце, в самом-то, уже в самом конце, где он там по радио говорил, «О, давайте там сплотимся», там, и так бы все. Такое чучело стоит, я главный, я главный, я главный. Да, и так бы на это выглядело вообще, прям, жесть какая-то. Но все равно, темные судьбы переплюнуть никто не сможет. Они в первой же секунде его грохнули. Просто два фильма в сортир смыли. Все, ладно, вернемся к игре. Мы едем потихонечку, катимся. Да, я вот тоже качусь, как вот прям, никогда не катился. Я, по-моему, уже доезжаю потихонечку. Да, я уже доехал. Ты уже на четвертой карте? Я вот подъезжаю, у меня 70 литров осталось. Я уже сейчас заходить... Я тоже заезжаю. Ага. Вот, раз, два, три. Поехал. И я поехал. Смотри, как мы синхронно, а. Ага. Так, остров Драмат. Так, и что тут у нас? Сейчас заглушим двигатель. Посмотрим, что тут у нас есть и куда мне ехать. Я появился в левом верхнем углу, а ты в левом нижнем. Ух ты, батюшки. Так, ну я поеду по центральной дороге. Я думаю, это самое лучшее будет. Она едет вверх от меня, видишь? Я постараюсь тоже ехать по асфальту. Может быть, мы даже переследуемся. Может, ты меня встретишь? Ну вот я вроде по ней сейчас и поеду в твою сторону. Да, 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 да. Так, меня что-то отбросило. Куда тебя отбросило? Вперед бросил. Так, мастера хорошо хоть достроен. Я бы не удивился, если бы его надо было еще построить с первой карты, повозить балочки, все дела. Как обычно. А тут вот так. Стоять. Ну да, я пока по центральной так и еду. Вообще нам бы надо, Саня, скаута какого-нибудь подготовить, чтобы вышки открывать. Потому что, ну, это какой-то ужас. Да, там в третьей карте еще апдейты, там апгрейды эти еще остались. Ну вот да. Надо бы это съездить. Ну, я думаю, это можно и так не на видосик открывать. Ну, конечно, да, что там тратить время. Так, ну я пошел по говну уже еду. Более так. Да, аналогично. Я даже отъехать не успел еще. Ну, я достаточно долго проехал по асфальту, кстати. О, опять асфальт. Ура! Да. Указатель заправка. На этой карте есть заправка. Справа отменен. С таким прицепом очень тяжко тут кататься. Скажи, куда мы едем? Правый верхний угол. Ты видишь стрелочка? Активируй квест доставить в порт. Доставка в порт. Так, сейчас. Ага. А ты уже доставляешь, да? Да, я уже еду с этим грузом. Тогда вот на этой развилке прицеп отцепляю. И... Зачем ты отцепляешь? Ты лучше меня бы встретил... Так я... Вот я и отцепляю, чтобы к тебе по... Я тебе сейчас перелью с себя. У меня топлива полное. А, ну ладно. Хорошо. Так, заправить. Очень тяжко идет. Иду туда? Да? Туда. Сейчас я к тебе приеду. Это, наверное, из-за того, что топлива мало осталось. Да нет, там, по-моему, скорость теряется начинает только если ты двигатель повредил, а топлива не зависит. Ну, у меня красненькое уже на топливе. Ну, сейчас жди меня. Я мчусь. Ну, как мчусь? Правильно едут вообще? Ага, налево мне. Подожди. А что, а тут дороги нету, что ли? Где? Тут дороги нету. Это надо речку объезжать. Ё-к-л-м-н-э. Так, а я сейчас куда спускаюсь? Ну, чё ж я... Насколько хватит? Короче, я наеду. Да, слушай, и как мне к тебе пробраться? Езжай навстречу по дороге этой. Сейчас, если мы упрёмся в том, что надо там мост отремонтировать, это будет попадос полный. Я вообще не удивлюсь. Я вообще прям не удивлюсь. Не на секундочку. Ну, если чё, бросим контейнер здесь. Я с КамАЗом оставлю. Ну вот, и надо будет ехать за дровами. Да, я нашёл мост. И он не починен. Ой. Беда, 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 беда. Да, на третьей карте есть разбросанные брёвна, которые ты там... Не факт, что он бревенческий. По-моему, он... Балки металлические нужны. А, нет, по-моему, бревенчатый. Да, он бревенчатый. Ну что, я приехал. Так, сейчас посмотрим. Может, есть какой-нибудь объездной путь. Ну, вообще, кстати, есть идея, как я могу до тебя добраться. Объехать через третью? Стой на месте. Стою сейчас в горку, так заползу, ты меня стаскивай. Ага, заглушился. Попробуем. Если получится, проблема решена. Если мы сможем переправить через это место прицеп, то вообще будет шикарно. Ты хочешь там вот заехать? Да. Я тоже думал, может, там спуститься. Погоди, не спускайся. Да, я сначала заберусь. Угу. А если мы сможем там протиснуться, то будет вообще огонь. Ну, вроде там широко, кстати, Сань. О, чёрт. Ну, давай, посмотрим. Так. Значит, я окунулся уже. Уже окунулся. Всё, ползу пока. Вижу на карте, как синий грузовичок ползёт по речке. Да, но тут, кстати, так, надо брать левее, да? Ну, я лезу, я лезу. Если я пролезу, значит, и ты пролезешь, по идее. Так, ну я тогда потихонечку... Только здесь просто прям очень-очень крутая, Сань. Так мы же с горки будем спускаться, поэтому как бы чё нам? Ну, тут опасность переворота есть. Погоди, стой, дай я тебе топливо залью. Поднимешься? Да. Я потихонечку сейчас буду отъезжать. Стоп, 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 давай, останавливаемся. Всё, давай, лей. Да, заправись. Заправил. Вот, спасибо. А теперь начинается самое весёлое. Тихо, 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 тихо. Ты куда меня покатил-то, ё-моё? Теперь мне бы тут развернуться. А вот это да. Э, стой, стой, стой! Тихо, тихо. Нет! Тихо, тихо, нет, стоп, 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 подожди, блин, я зацепиться не могу. О, всё, зацепился. Я его пока поддерживаю с собой. Блин, чё делать-то как нам его? То есть ты стой, погоди, сейчас хворкнётся. Не, я его вот поднимаю вот наверх. Ты можешь жопу оттаранить вон в ту сторону, чтобы она ближе к камню завернуть? А я не могу к ней поцепиться почему-то. Нет, нет, а, поцепиться, всё, я цепи, давай. Объедь меня сзади и подтяни жопу вверх. Да. Я буду сдавать задом, а ты потянешь её в горку. Я не могу подцепиться к тебе, Сай. Не, не можешь подцепиться. Попробуй прицепиться к этому столбу, у тебя жопа рядом. Да, я попробую сейчас вот так. То есть, стой, нет! Так, отцепиться не можешь? Нет, не могу. Слушай, я не могу. О, стой, чуть-чуть взад, сдавай, сдавай, давай, давай. Ещё, 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 давай, сдавай, давай. О, стоп, 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 стоп. Отцепился. Вытягивай. Ко мне? Вперёд, вперёд. Давай, вытягивай, вытягивай. Да чё-то как-то не тянется совсем. давай 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 а вот пошло пошло давай 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 с рывками попробую сейчас делаем по-другому отцепить прицеп попробую его зацепить сможешь лебедкой вот теперь ты наверно сможешь а я сейчас не цепляется прикинь а у меня а у меня за период я могу зацепиться собак меня ни одна точка зацепа не горит на нем прикольно как они задолбали своими багами сами вот я тебе прям даже даже не знаю прям даже не знаю я тут камни ищу блин эти ну давай ползи надо проехать куда-нибудь вперед там развернуться и спускаться и вот на нитки тянуть о точно кстати давай уезжай в общем я сейчас буду спускаться вниз я буду ждать я сейчас внизу развернусь а вообще-то я сейчас вот мордой зацеплю наверное воды и все внизу не развернешься здесь есть глубокие места может на камнях где-нибудь здесь лучше наверху это сделал наверху не могу вообще нету места вообще очень очень сложно погоди можно акте цепанусь на секундочку сейчас сейчас я развернусь вот мне ну мне просто жопу вот так подвинуть чуть-чуть колеса вовсе спасибо проезжай вперед я вот боюсь как бы он сейчас не полетел бы вниз да я не удивлюсь если он полетит вниз ну давай пробуй сейчас вырулить не нему не могу никак заносит жопу давай вот раз все развернулся это главный минус камазика его поворачиваемость ну и скорость конечно да да простит меня арма думаешь про думаешь зацепишься попробуем блин там камень огромный но 0 камень учет и вот вот сволочь ладно так может мне пока ты тут теребонькаешься за прицепом с топливом сгонять ну сгоняй чё все я бы я потянул все стопы ребята теперь они уже здесь тогда я готовлю тебя вытаскивать ну ты чё я под него подъехать не могу не видишь да вот стоп 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 прицепить есть красавчик давай готова сыграйся за меня и поехали или ты сам вытащишься зацепился поехали поехали вроде идет и хорошо идет эти скажу нормальный альтернативный путь был успешно найден и пройден но ночь как обычно все испоганил да не ночью достаточно атмосферно все это выглядит давай давай тени то уж не знаю как еще можно сильнее тянуть я стянуть а изо всех сил ты можешь я знаю погоди забыл передачу давай давай дёрнул дёрнул давай еще чуть-чуть нам осталось до горочки там дальше асфальт будет так что все все пока идет хорошо мы отвезем этот кусок говна вот чёрт возьми левее а то можно опрокинуться тут уже хочу на травку попробовать выехать но вообще правильно отъедем да да правильно да раз я проверю на всякий случай а черт не нам надо было там сворачивать сзади не ну ты издеваешься ну я вот просто настолько зачем слушай мне такое ощущение там еще одна отречка вон поход там еще один мост так как ну ладно давай освещает а я задом сдавать аккуратнее в яму не заесть пока все хорошо я сейчас разворачиваю специально его так смотри что он не навернулся так отцепляю чего ничего не отцепляй давайте морду подтяну да я разверну сейчас чего тогда я поехал за цистерна и у меня осталось 80 литров давай давай она как раз там по пути будет и не чувствуешь у нас все где тут прям спасательные операции на хрен вообще тут достаточно безопасно я думаю ты спокойно сам проедешь без меня даже ну я думаю да еще раз ремонтный маршрут сделать да не у меня двигатель там чуть-чуть нормально все так старайся ехать левее на низине а тут что-то в середине прям даже я буксую так маршрут сюда сюда чё тут карта тупить это стало ну то есть тебя не смущает дюб моих машин и невозможность прицепиться к прицепу когда он не то это норм вообще а ну ладно это уже привычное дело да а вот то что сломалось от карты это да из сноураннера сделали богодром до в которой раз я говорю о том что этот версия была намного лучше и стабиль так это самое я в общем поехал попробую по этой дороге проехать дальше но я чувствую что там будет мост который мы уже объехать не сумеем а ну вот у меня такое же ощущение потому что там асфальт поэтому ты доедешь спокойно думаю если там и там асфальт значит там мост вряд ли деревянный будет так но есть смотри есть еще справа куда-то съезд вниз к вышке но я сейчас сначала вот здесь проверю все сверху не заправится твой мать не туда заправился залил обратно в бочку топлива случайно слей полностью сейчас топлива а если упросят цепляю цистерну еду назад проверять вот эту разве не вообще ничего не видно что там впереди деревья мешаются фары слой все равно там широко у тебя не должно быть проблем так но тут какая-то это серпантин пока идет но уже узко очень узко вроде вроде вырвался на асфальт да ну короче понятно все чё мост причем моста не деревянные а с металлическими балками твой мать я аж врезался от счастья объезд никак не вот я сейчас и и одну тему проверю насчет объезда прицеп здесь брошу я там 100 прямо все нормально до 160 ман так смотри это сейчас делишь вот стой все назад давай дальше не едь даже у там очень узко и ты упрёшься я сейчас это мы уже там не спустим остановлю есть у меня идея где можно спуститься давай сдавай назад вон там через лес сверху снизу вишет воротка в башню идет выше может быть может быть мы там пролезем думаешь там в горку залезть сможем вдвоем то сможем но отворотку вот здесь вот у меня здесь я правильно стал да но вообще нет это отворотка на задание нам ниже сейчас сейчас дам не вопрос переживай там я все еще с разъем полу не опасный спуск я все будет я я туда сейчас нырну посмотрю что там происходит чтоб ты зря не ездил ты вот лучше подождал объехал бы меня вот спереди я же тебя специально ты куда меня прицепом повез топай а чё я ничего не делал топай ты зацепился за это я вообще в трех метрах нахрен от него ты не видел это я видел что он меня начал преследовать внезапно записал это хищный прицеп слушай а вот здесь вот же есть вот смотри где вот написано смирно видишь на карте но и там вот есть видишь грязь через реверечку идет и подъем резкий вверх да но я не а я вижу где можно спуститься а вот ну кстати мы надо не поднимемся смотри там какой угол сумасшедший ну давай это давай оставая тут сначала съезжу посмотрю и ну давай за вас не поедем давай давай потому что мы его нахрен сейчас перевернем это говно придется на кране сюда возвращаться а я там упор так кораблик стоит так но здесь болото я слежу за тобой следи за мной полностью быстро кстати вообще не глубок до болото пофигу на болото на эти а я помню как мы во второй карте утопили там все тачки вот здесь достаточно узко я не знаю пройдешь что тут нет по идее пройдешь вот черт 20 движка до свидания и где я налево сейчас наверх там очень узко мне ты там не заедешь впереди тупик я думаю что да ты не заедешь здесь ну можно что-то для скаута дорога даже я сюда еле пролезаю да ну значит что будем давай пробовать твой вариант возвращаюсь и и давай там он у речки домик это таит надеюсь там никакой ограды нету не знаю если короче не получится мы тогда товарищи в оффлайне все починим и спокойно проедем уже на записи да просто я думаю что вы уже видели 150 раз как мы чиним мосты в этом никакой такой прям супер интересности нет на дорогу до этого вы увидели уже сейчас в этом видосе а тратить одну серию на отвоз балок ну да как-то жалко смысл жалко то можно конечно на стриме провернуть но все равно ну посмотрим не будем пока загады вдруг мы сейчас решим вопрос да и сейчас проедем то будет шикарно слева объезжай а ты меня что ждешь чтобы я проверил ну да чё я если я сейчас туда спущусь потом не знаю вылезу туда нету я больше переживаю за подъем чем за спуск на самом деле я лучше в таком случае прицепчик оставлю здесь и на они приняли не туда едешь они туда следующие следует назад а да точно а я думал как тут проедешь ха 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 давай давай ты справишься я знаю да чё там застрять на этой штуке очень тяжело так используем я вот здесь прям до сразу да но спуск мне нравится спуск мне нравится до спуск достаточно безопасно относительно а я туда спустился вообще не а туда да туда да да вот тут уже начинается веселье я чё-то на другой стороне не вижу такой поднял улучшение нашел кстати да да вот и на тебя прикольно отлично я переправа к вот нормально саня лизаем знаешь да залезла все поехал так буду тебя там тогда не знаете тебя ждать здесь там там здесь ты здесь спуститься то я спущусь то много нету мало ли опять начнешь кувыркаться эти хоть подстрахуем так а съезд вот и где ты вот здесь вот блин здесь забор еще там мы сразу же до либо сразу поворачивали бы назад ли нам разворачиваюсь ли вперед сейчас так попробуем сразу а забор заборчик-то ломается ё-моё уже здесь да 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 так притормаживаем притормаживаем да не терапись аккуратненько аккуратненько ребята ой давай давай и куда мне направо вон туда да верю увидишь переправу вижу 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 обгонишь да да сейчас я слева пойду давай так там булыжник огромный тачку не забудь объехать да вот ехать булыжники тут понимаешь по наставил один в речку упал хорошо паря я на брюхе да вот вы козлы тут булыжники раскидали дайте плану за себя на секунду цепляйся поляйся за меня полностью учет и сбился да все вылез мне не вылез на хрена цепляйся я тебя от вытащу щас я помню только морду поправить а дальше сам поедешь да давай да давай шутболинут какой козел тут камни раскидал а у ул мне надо опять к тебе немного цепануться я походу в камень вырезался под водой ух тышь нихрена сери ссором зацепился на полтос сразу сразу а ну чё ты там да капец вообще сейчас я нового пошло 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 тихо все давай давай теперь ты езжай вперед я зацеплю за тебя цепляться сейчас чего не вылез еще немного все пипец вот это там ямина конечно да там не ямина ты на камень брюхом ямина и ямина и камень вот спасибо дорогу поехали поближе все проехали этот грузовичок тени меня вину тебя полностью так а здесь где вот через лес влево до дали чуть левее берега вот здесь вот проезжаем и тут надо будет взять пошире или мы попробуем пролезть прям по скалам ну как думаешь такой вот и поворот не возьмешь попробуем развернуться давай возьму не возьмешь смотри ты сейчас значит поращить а задние колеса прицепа наедут значит на скалу и ты кувыркнешься так ты меня не вытягиваешь уже вот сейчас прицепись я вот камень правая вот давай 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 и левее давай заворачивай давай да ты не влезешь есть за мной развернется так я и еду за тобой а все супер ты меня и вытягиваешь давай еще давай давай родненький да так а мне сейчас надо в другую сторону я знаю да мы сейчас тебе что-нибудь здесь придумаем главное тебя наверх затащить а погоди давай с разгончика разгонись а вот вова еще еще раз давай еще разок а вон ты уже почти подъезжаешь я погоди еще раз давай давай вот вот пошло пошло все что выехали так сейчас я посмотрю можно будет а здесь ну давай вот на этом в пятачке и развернемся ну да жопу вон в лес загоняй слева да 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 не я сейчас отмут мордой в ту сторону в лес а потом и жопой сдам ну смотри как удобней так и мы чем мы там где куда мы приехали то адам и все на финишный прямой получается да и развернемся и считай что супер будет так как же еще жопу от можешь зацепить у конца не могу ты забыла с разгона можешь ее шандарахнуть куда в какую сторону ну чтобы вот вот оттащить ее вот как где ты вот в противоположную сторону я ее жопу попробую подвинуть о вода вот еще давай давай еще даю даю я разгончик надо взять клан его не кувыркнуть во супер так норм или еще еще пнуть я тебя не слышу сань саня саня ты пропал сань по ходу тебя уши сели красные черепаха вот теперь слышу уши сегодня как всегда самый ответственный момент ничего страшного но тут-то я надеюсь у тебя проблем не возникнет но я думаю нету если только от камни сейчас вот в колеса попадать не будут думаю норм все нам определенно здесь нужен бульдозера здесь не просто здесь по моему нужен везде и надо сразу на машину прицеплять и ездить ним да 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 и грейдер еще сзади чтоб шел да кажется мы у цели здесь ты проедешь изи да только не говорите что там еще один мост который на 3 это будет эпик фейл мне все тут вот уже асфальт начинается а здесь вот на этом пятачке они не могли асфальт нет не маг жадные вот жадные коррупции разворовались а где возгружать то нахрен отметка там он есть в дальнем в конце в как у меня отметку не пока что я без груза все правильно нормально тут вообще и без проблем проедешь что что так что я уже встречаю тебя с горячим чайничком из бутылки шампанского все будем отмечать успешно выполненное задание и ты увидишь тот самый прицеп который нам надо будет тащить следующий раз ты уверен я уверен на 300 процентов да что-то знаешь у меня сразу ссыкотно стал а я наверно все-таки продам свои камазики куплю себе сам знаешь что вот твою походу на мост ремонтирует по-любому да блин но все то лише мы на этом заканчиваем спасибо что смотрели услышимся в следующей части покусечки всем покусаки